Друзья, у нас несколько новостей. Я обратил внимание, что очень много новых небоскребов стали строить. Отсюда очень здорово видно заходящие на посадку самолеты. Ну вот, время и для аперитива. Настроение здесь, конечно, такое абсолютно курортное. Тем более, сейчас нереально тепло. Кто там начал сверлить, а? Здравствуйте, друзья! Мы начинаем очередное путешествие. Путешествие в Италию. Традиционное сентябрьское путешествие на выставке керамики в Черсайе. Мрамор, Мормомак. А также мы посетим архитектурное биеннале. А сейчас мы находимся во Франкфурте на длинной пересадке. А почему на длинной? Я расскажу тогда, когда мы доберемся до центра этого замечательного города. Центр мы традиционно будем добираться на поезде, на скоростных электричках S-BAN. Ну, вы наверняка уже смотрели мои репортажи из Франкфурта, с прошлой выставки ИСХ. Я там рассказывал, как это сделать удобнее. Ну, если не помните, сейчас покажу. Ну, в общем, как всегда, не нужно толпиться в очереди наверху, потому что на платформе есть тоже автомат. Выбираем английский язык. Нам нужен, соответственно, дневной билет, потому что мы будем ездить туда-обратно. И мы возьмем групповой билет, нас двое, а группа здесь от двух человек. Все просто. Дорога из аэропорта до центрального вокзала до Халбанкова во Франкфурте занимает 12 минут, если вы едете на региональном поезде, потому что он делает всего лишь одну остановку по дороге из аэропорта. Можно ехать, конечно, на S-BAN, это более привычно. Это как раз и есть те самые быстрые электрички. Но они делают больше остановок, как правило, и приезжайте на пару минут позже. Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы и вышли к Майну. Ну, не зря же он называется Франкфурт на Майне. Здесь замечательный вид на небоскребы. Я напомню, Франкфурт это город в Германии, в котором наибольшее количество небоскребов, если не сказать, что единственное, в котором их какое-то количество. Хотя сейчас в Берлине тоже начали появляться. Это цилиндр Вестхаффентауэр. Там у нас основной даунтаун со зданием Коммерсбанка по проекту Дормана Фостера. Там же Майнтауэр и еще куча интересных зданий. Напротив здесь Штедлевский музей. Там, кстати, выставка в Зарыле идет. Тоже очень интересно. А там впереди мы видим Императорский собор святого Варфоломея или святого Барта Ламью. И вот там относительно свежее здание Центрального Европейского банка. Кстати, что касается банков, то я обратил внимание, что очень много новых небоскребов стали строить. И выяснилось, что это следствие как раз Брэкзита. То, что многие финансовые компании, у которых та квартира была в Лондоне, решили перебазироваться сюда. Ну, поскольку они европейские компании, евросоюзные. Поэтому, судя по всему, Франкфурт ждет очередной строительный бум. Мы увидим много интересной архитектуры, много современных небоскребов. Но мы пойдем сейчас все-таки смотреть традиционную архитектуру. Вот туда, ближе как раз к Императорскому собору святого Варфоломея. Я даже и не знал, что колеса обозрения можно вот так вот увидеть. Ну, вот у немцев все продумано. Можно увозить и привозить, и перевозить. Очень интересно. Вот мы и подошли к железному мосту. Это пешеходный мост через Майн. Он идет от старого города. И, кстати, отсюда очень здорово видно заходящие на посадку самолеты. У меня самое большое было одновременно, и я насчитал, 7 самолетов в воздухе. То есть, представляете, какой трафик в аэропорту у Франкфурта. Вообще считается то, что во франкфуртском аэропорту каждую минуту садится или взлетает самолет. Вот такой вот трафик серьезный. И, по-моему, сейчас у них аж 4 взлетно-посадочных полосы. То есть, целый такой город-аэропорт. Ну, мы поворачиваем в старый город. Ну, вот мы и пришли. Это так называемый Ромерберг. Это центр старого города. И посмотрите, как здесь сейчас все круто выглядит. Я, честно говоря, настолько отмытым это место вижу впервые. А объяснение этому очень простое. В этом году, наконец-то, закончилась реконструкция старого города во Франкфурте. И он так теперь и называется. Новый старый город. А начали эту реконструкцию аж в 1956 году. И какие-то здания реставрировали, какие-то заново возводили. И вот это, например, ратуша. Это церковь святого Николая. Там в проходе у нас как раз вид на собор. И вот когда я был последний раз здесь, на выставке ИСК. Это было в марте 2017 года. Здесь все еще было в лесах. И ходили все под какими-то навесами. Ну, вот леса, кстати говоря, до сих пор остались. Но я думаю, что буквально за неделю их уберут. Потому что ровно через неделю здесь будет трехдневный фестиваль, посвященный как раз вот открытию нового старого города. Поэтому окажетесь во Франкфурте. Обязательно сюда заходите. Ну, а, собственно говоря, куда еще здесь идти? Ну, вот время и для аперитива. Традиционный напиток франкфуртский это яблочное вино. Апфельвайн. Ну, вот почему-то только здесь он так популярен. В общем, я не уверен, что он очень сильно популярен среди местных. Но для туристов это прямо развлечение. Так что, ваше здоровье. А самое традиционное блюдо во Франкфурте это зеленый соус. Для меня было тоже очень странно, как соус может быть блюдом. Ну, в общем, этот соус делается из вареного яйца, масла, уксуса. И добавляется 7 трав. Ну, из тех, которые нам знакомы, это, наверное, щавель, петрушка, крес-салат. Ну, и вот 4 каких-то таких менее знакомых. Ну, по крайней мере, мне. Иногда по сезону добавляют еще укроп, мелису. Ну, и, конечно, у каждого заведения немножко отличается этот соус. И к соусу подается вареное яйцо и вареный картофель. Ну, а вообще это блюдо холодное, если что-то. Поэтому оно хорошо летом, наверное. Или в качестве закуски. Ну, в общем, обязательно попробуйте, если будете во Франкфурте. Чисто франкфуртское блюдо. Для меня все-таки одним из самых интересных зданий во Франкфурте является здание торгового центра Майтсайль, которое построил Максимилианов Уксус. И, кстати говоря, чем-то напоминает своими вот этими формами проект выставочного комплекса Ро в Милане, где проходят выставки. Ну, например, та самая знаменитая из Солони, на которой мы были. Репортажи, о которой мы снимали в этом году. А вообще Майтсайль, точнее Цайль, Майтсайль это торговый центр, Цайль это торговая улица, самая известная во Франкфурте. Ну, здесь в основном бренды такого среднего уровня находятся. А вот бренды посерьезнее, они находятся вот туда, на Биотташтрассе. Ну, это, опять же, если интересно. Ну, пойдем мы еще прогуляемся и отправимся, наверное, в аэропорт. Да, ну и увидимся уже в Венеции. А на седьмом этаже галереи Кауфхов терраса и смотровая площадка с одним из лучших видов на Франкфурт. Ну, самое главное, что она бесплатная. Здесь еще, к тому же, и Wi-Fi бесплатный. И довольно неплохое кафе, поэтому можно попить кофе, посмотреть на Франкфурт и отправиться в аэропорт. Ну, вот примерно то, что я хотел вам показать. То, что можно сделать за пять часов во Франкфурте. Прогуляться вдоль Майна, побывать в старом городе, в отреставрированном старом городе. Прогуляться чуть-чуть по торговой улице и посмотреть на скайлайн замечательного города Франкфурт. Финансовые столицы Германии и Европы. Ну, мы отправляемся в аэропорт и теперь уж точно увидимся в Венеции. Друзья, у нас несколько новостей. Есть хорошие, есть очень хорошие. Хорошие мы, наконец-то, добрались до Венеции. С опозданием на полтора часа. Очень хорошие. Мы снова взяли машину в компании Сыкт. И снова взяли сюрприз машину. Ну и, в общем, будем ездить на модном Fiat 500X по цене малолитражки, как в прошлый раз в Луганах мы сделали. Это очень хорошо. Ну, а самое главное, что мы еще пока летели, заработали 250 евро. То есть это означает, что один из нас летел бесплатно. Рассказываю, как это сделать. Что такое авиарбукинг, наверняка слышали. Но если не слышали, то это когда авиакомпания продает билетов больше, чем мест в самолете. Делают они это потому, потому что по статистике на рейс является 97% пассажиров. Соответственно, чтобы заполнить полностью все места, продают, ну, условно, на 102% билетов. Но иногда происходит такое-то, что все 102% являются. Происходит авиарбукинг, и тогда они ищут, я имею в виду авиакомпания, волонтеров, которые за компенсацию готовы улететь следующим рейсом. Мы были как раз теми самыми волонтерами и улетели. На час позже при этом заработали 250 евро. Так что в следующий раз, когда вы услышите объявление, что требуется волонтеру, не стесняйтесь, если, конечно, не торопитесь. Берите деньги, летите позже. Ну, а мы сейчас едем в отель, заселяться. Будем мы жить непосредственно... Не непосредственно в Венеции, а на полуострове напротив. Ну, об этом чуть позже. Что у нас случилось? Вон Виаджио. В общем, хорошего на пути. Итак, ну, добрались мы до отеля. Находится он в местечке Кавалино. Это прямо на побережье Адриатики. И буквально через пролив, можно сказать, от Венеции. Очень такая классная локация, курортная. Ну, завтра посмотрим все подробнее. А сейчас пойдем и посмотрим номер. Ну, лобби, в общем, с одной стороны, вдохновляет большим количеством стекла. Видимо, муранского и венецианскими полами со вставками из мрамора и с смальтированной мозаики. Но, с другой стороны, немножко олдскульная. Надеюсь, что с номером будет чуть-чуть поинтереснее. Номер довольно просторный, но шумноватый. Шумноватый он за счет того, что пол из натурального мрамора. И поэтому даже такое эхо есть. Звукопоглощающих никаких поверхностей нет. Поэтому, конечно, с акустикой здесь будет все не супер. На полу традиционные итальянские мрамора. Традиционные именно для зоны Венето. Это бьенкона и росаверона. Так иногда его называют цвет колбасы. Ну, это в любом случае довольно симпатично. Хотя, конечно, непрактично с точки зрения именно акустики. Судя по цвету дерева, из которого сделаны двери и раздвижные двери шкафа отелю лет 15. Хотя, может быть, вот этот вот предмет появился позднее. В остальном, ну, в общем, все так очень стандартненько. Кровать показалась удобной. Ну, давайте пойдем в ванную комнату посмотрим. Она тоже, в общем-то, не сильно удивляет. Здесь, как раз, вот опять же, этот росаверона и бьенкона. Нравится умывальник. Это Love & Palace. Причем в его первой, скажем так, в первом исполнении. Здесь вот есть вот такой вот бортик. То есть там сейчас она более геометричная, эта серия. Чем она удобна и чем она хороша именно как раз для отельных проектов, а может быть, и для каких-то частных проектов. Она режется по размеру. Соответственно, если есть какие-то отклонения, да, то есть как будто ее всегда можно подогнать. Вот это удобно. Ну, полотенцедержатели здесь, конечно, тоже такие уже немножко олдскульные. Но, тем не менее, ванна гидромассажная. Выглядит, не скажу то, что сильно привлекательно. Ну, и есть шторка для душа, да. Ну, и, кстати, арматуру вся Гроя. Не помню, как эта коллекция называется, то ли Евросмарт, то ли Евростиль. И, опять же, вот по ее дизайну, потому что это первая, опять же, эдишн этой серии. Да, то есть там отеля точно лет 15-20. Ну, в общем, вот такой вот номерок. Ценность, конечно, здесь основная в локации. Локация очень приятная. Ну, и, кстати, вот и для этого качества номера, и для локации ценник более чем привлекательный. Ну, настроение здесь, конечно, такое абсолютно курортное. Тем более сейчас нереально тепло. Ну, вот вечер, 10-й час, плюс 25, не витринки, ничего. В общем, как я уже сказал, с территорией мы разберемся завтра. Ну, она, похоже, такая довольно симпатичная. Здесь свой пляж, здесь даже два своих тематических каких-то парка, бассейны и там проще. То есть, в общем, мы действительно как будто не по работе приехали. Ладно, мы пойдем уже на ужин. Если понравился наш сегодняшний эпизод, нашли что-то интересное, поставьте лайки. Ну, и никуда не переключайтесь, завтра будет Венеция, завтра будет реально интересно. Все, пока, увидимся. И вот здесь вот какая-то такая забавная зона ожидания. Тема архитектурного биеннале в этом году. Free space, то есть свободное пространство. Вот такая вот история венецианского коктейля, придуманного австрийскими военными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...